Лидеры островных стран Тихоокеанского региона не смогли договориться по климату. Они пытались прийти к согласию на ежегодном саммите. Он прошёл в столице Тувалу. Некоторые участники встречи надеялись, что 18 государств договорятся внедрить политику, которая ограничит повышение температуры на планете. То есть, не позволит ей повыситься более чем на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Также некоторые участники хотели добиться немедленного прекращения добычи угля. Впрочем, не все государства региона на это согласились. В итоге удалось принять договор, согласно которому страны будут выполнять только те пункты соглашения, которые их устраивают. «В основном решили сфокусироваться на влиянии изменения климата на людей и семьи, на будущее молодых людей. Я рад, что атмосфера на встрече была наполнена взаимным уважением. Лидеры приняли очень конкретные решения, которые отразятся на наших обществах». Против жёстких климатических ограничений выступила, в частности, Австралия. Однако премьер-министр страны сказал, что это не помешает властям выполнить все условия Парижского климатического договора. «Австралия взяла на себя обязательства в рамках Парижского соглашения. И наша страна не только достигнет целей, установленных на 2020 год, но и значительно их превзойдёт». Тихоокеанские страны и государства больше всего ощущают последствия изменения климата. Главная проблема, с которой они сталкиваются – это повышение уровня моря, поскольку многие острова лежат очень низко над водой.